Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о бизнесе в строительной сфере. За последнее время поступает очень много вопросов ко мне, что и как сделать, подскажи, помоги и так далее. Мне даже пришлось создать отдельную страницу на моем основном сайте, по каким направлениям в строительном бизнесе я смогу вам помочь, чтобы не было вообще лишних вопросов. Еще раз напомню, если кто не в курсе, но я не строитель, никогда им не был. Я маркетолог или, проще говоря, продавец. И все, что я умею делать, это искать клиентов моим партнерам, у которых свои строительные компании. В большинстве своем у любого строительного бизнеса есть как плюсы, так и ряд недостатков. Самый большой и привлекательный плюс, который заманивает с каждым годом все новых и новых игроков на данный рынок, это высокая маржинальность. Но не во всех направлениях данного бизнеса данная высокая маржинальность присутствует. Как бы вам ни казалось, что там просто бешеные деньги, и зачастую, когда человек строит дом за 1 миллион рублей под ключ, он ни хрена с этого не зарабатывает. И все, на этом плюсы закончились. А теперь давайте рассмотрим минусы строительного бизнеса. Основной минус любого строительного бизнеса, точнее не любого, а в 90% случаях строительной сферы, это сезонность. Как бы это ни звучало странно, но да, сезонность присутствует. И если вы за сезон не сможете заработать себе денег, то зимой вам будет очень плохо. Еще один минус данного направления деятельности, это всегда игра в долгую. Это не товарка, здесь нет эмоциональной покупки. То есть, какой классный чехол хочу купить прямо сейчас, или какой классный телефон хочу купить его сейчас. Зачастую время от принятия, от первого обращения клиента до закрытия его в договор, в предоплату и завершение сотрудничества, у нас были случаи, уходило полтора года. В строительстве домов иногда уходит и 2, и 3 года, а то и 4, и 5. Даже когда клиент заказал проект дома, и у него проект дома на руках, у него есть свой земельный участок, он даже там забор построил, уходит 3-4 года на то, чтобы он начал с этого строительства. Сейчас поймете почему. Нужна экспертность. Именно из-за отсутствия экспертности на рынке появляются горе строители, которые делают все плохо и хотят за это деньги. Влияние кризиса на данный сегмент. Здесь имеется в виду, у нас из-за 2008-2014 годов отказалось из 10-8 клиентов на строительство домов. Такая же точная тенденция была при строительстве домов в Крыму, у моего знакомого строителя и так далее. Еще один крупный минус. Я хороший строитель, но я не умею продавать себя и свои услуги. Элементарно, не умею правильно выстраивать диалог с заказчиком. Мой вам совет. Если у вас есть такая проблема, наймите себе в штат нормального продажника, который за вас все это будет делать. Вы даже не представляете, сколько раз я видел такую ситуацию, когда оказывалось, что хороший строитель, у него руки растут оттуда, откуда надо, он все делает качественно, грамотно. Но разговаривать с клиентом он совсем не умеет. А продать себя и тем более, и все его сотрудничество с потенциальным клиентом заканчивается на том, что он отправляет ему прайс-лист на свои услуги и все. Не перезванивая, не дожимая его, не выясняя его потребности и так далее. То есть он совсем-совсем не продавец. Так что ищите профессионала в своем деле. Помните, строитель должен строить и продается продавать. В этом нет ничего сложного. А теперь открываю секрет на 10 миллионов рублей. В России, да и в мире в целом, лишь 2% всех покупок совершаются по рекламе. Вообще по всей рекламе я имею в виду, которую вы видите у себя на компьютере, в телефоне, по телевизору, по радио, в газете, в объявлениях на подъезде, на штендерах. И вообще-вообще-вообще вся реклама, какая присутствует вокруг вас. И 30% покупок совершаются по рекомендации. Чувствуйте соотношение 2% или 30%. Рекомендации я имею в виду, где ты заказывал утепление дома, чем ты утеплял свой дом, почему ты выбрал именно эковату как утеплитель, ты уже отжил целый год, расскажи, каково тебе, нравится тебе или не нравится. Строительный бизнес не исключение, а даже наоборот. У моих партнеров спустя 3-4 года после начала работы по тем или иным направлениям строительного бизнеса, основной поток клиентов до 80% этого потока идет именно по рекомендации. И тут открою еще секрет. Раньше я думал, что все это прекрасно понимают, но на практике оказалось все совсем не так. Если вы работаете в строительном бизнесе, а клиентов из года в год больше не становится, то проблема не в кризисе, а у вас самих и в том, как вы оказываете свои услуги. Единственный способ выяснить причины отсутствия роста новых клиентов – это обратная связь. То есть вы просто садитесь на телефон, звоните своим клиентам, с которыми вы уже поработали год, два, три, пять, десять лет назад и спрашиваете только один вопрос. Что им не понравилось при работе с вами и вашей организацией? Даю стопроцентную гарантию, что вы будете просто удивлены всей правдой про вас и вашу организацию. Тут возникает вопрос еще, что делать, если я новичок и только собираюсь выходить на строительный рынок и вообще хочу заниматься данным бизнесом. И вообще у меня нет ни клиентов, ни рекомендаций и так далее. Существует связка некоторых действий, которые не такие дорогие и в принципе их может применить практически каждый. Сейчас открою секрет. Первое, что можно сделать, это сделать своим друзьям и знакомым услугу практически по себестоимости. Мы данную технологию использовали, когда выходил у меня застройщик на строительный рынок Крыма. Мы договорились сразу, что ты построишь первые объекты практически по себестоимости только для того, чтобы в случае чего в дальнейшем ты уже смог на базе этого клиента выстроить отношения работы с другими, со своими клиентами. То есть приводя нового клиента, говоря, вот смотри, вот этот дом я построил год назад и там уже человек живет, иди пообщайся, поговори с ним, спроси, все ли ему нравится и так далее. Чтобы человек видел это все своими глазами. Параллельно, только параллельно в связке надо это делать, и тогда будет вообще идеальный эффект. Завести ютуб канал про вашу деятельность и снимать ролики, рассказывая плюсы, минусы, недостатки, как сделать проще, как дешевле и так далее. Тем самым, для чего это все делается? Это делается для того, чтобы показать, что вы являетесь экспертом в данном виде деятельности и даете вот эту пользу, полезный контент, это еще и называется. Параллельно, можно сделать группу в соцсетях, либо просто начать написать на своей странице в соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, везде. Писать о том, что вы строите дома за 1 миллион рублей, под ключ, заезжай и живи за 2 месяца, ну или что-то подобное. Звоните, пишите в личку, и вот номер телефона, и вот вы сами. Также постоянно выкладывать фотографии со стройки, показывая, что вы работаете, у вас все хорошо. Еще есть способ, это дать объявление на Авито, Юлу или доски объявлений, но здесь только звучит, и все очень круто, что если написать, допустим, 50 объявлений на 50 досок, то типа у вас будут звонки ни хрена подобного. Здесь надо хорошенько к этому подойти и сформулировать четко позиционирование себя, как строительная организация. Я имею в виду написать грамотно уникальное торговое предложение, то есть почему клиент должен выбрать именно вашу организацию, почему именно сейчас и так далее. Только после этого садиться и писать уже текст объявлений, заголовок правильный и так далее. Сказать, что это не работает, это не правда, это действительно работает, пару звонков вы точно получите. А закройте ли вы эти звонки в расчет стоимости, либо вы из мастера на объект, здесь уже полностью будет зависеть от вас. Самый действенный способ – это сделать сайт и настроить контекст, я имею в виду Яндекс.Директ, Google AdWords, Smile, Target и так далее. Можно ВКонтакте таргет настроить. Да, согласен, для многих это сложновато. Можете это не делать. Если не хотите туда лезть, не делайте, ничего страшного в этом нет, сделайте это потом. Также еще один способ – это тематические форумы, паблики в этих же Одноклассниках, Фейсбуке, ВКонтакте. У меня есть знакомый, который только с форумов и тематических пабликов вытащил на себя 5 клиентов на строительство домов и СИП-панелей. Вот так вот взял и вытащил, просто вступая в диалоги с людьми, которые задавали вопросы, какую СИП-панель выбрать и вообще про тему про СИП-панели. Он просто показал, что он эксперт, назначил встречи, расчеты стоимости, просчет, сметы и так далее. И в итоге закрыл их в договор и за год он построил 5 домов. То есть это тоже все работает, здесь все полностью зависит от вас. На самом деле способов очень много, я здесь перечислил только основные. И если вы сядете и подумаете, то вы обязательно дополните эти способы еще своими. Ну а если у вас свое производство и своя строительная организация, и вы хотели увеличить поток новых клиентов или выйти на новые рынки в других регионах, тогда пишите мне, все полезные ссылки я оставлю в описании под данным роликом. На этом на сегодня все. В дальнейшем я еще, наверное, сниму кучу роликов про данное направление, вообще про бизнес в строительной сфере. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. На этом на сегодня все. Всем пока.